Вы не разбираетесь в юридической терминологии. У вас нет свидетелей. А дело очень серьёзное. На кону всё ваше будущее. Представьте весь тот страх и тревогу, насколько вы будете напуганы, войдя в зал суда, зная, что вам придётся отстаивать свою правоту самому, и никто не встанет на вашу защиту, кроме вас самих. Такую ситуацию даже страшно представить, не правда ли? А теперь, дорогие братья и сёстры, я перенесусь в день, называемый Яум-Аль-Кияма, день суда. День, когда многие люди окажутся в похожей ситуации, которую мы только что описали. День, когда каждого человека поведут на суд короля всех королей, Аль-Джаббар, Аль-Азиз, всемогущего Аллаха, дабы он предстал перед ним и нёс отчёт за каждый маленький и большой поступок в своей жизни. В тот день языки у людей анимеют, и сердца будут готовы выпрыгнуть из горла от всепоглощающего страха. Представьте себе, каково это – защищать себя на суде Аллаха, где никто не будет говорить от вашего имени. Сегодня нам бы хотелось затронуть тему заступничества, шафа'а, когда кто-то или что-то ходатайствует за другого, либо защищая чьи-то интересы. Возникает вопрос, что мы с вами можем сделать уже сегодня, чтобы заручиться помощью и поддержкой тех, кто имеет право на заступничество, то есть тех, кто может выступать от нашего имени в День Страшного Суда. Есть несколько вещей, которые мы можем начать делать сегодня, и чтобы не пришлось говорить в судный день, в день, когда люди будут бояться говорить. Сегодня мы упомянем лишь некоторые из них. Запомните эти пункты, братья и сестры, и старайтесь внедрить их в свою жизнь уже сегодня. Первое. Смерть человека в городе Медина. Такой человек получит заступничество в судный день. Посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, сказал, «Тот, кто обладает возможностью умереть в Медине, пусть сделает это, ибо я буду заступаться за тех, кто умер там». Многие из вас могут сказать, «Это слишком проблематично, поскольку это трудно осуществить, и я не думаю, что это может произойти в ближайшее время. Попасть в Медину является для меня слишком непростой задачей, не говоря уже о том, чтобы жить там, это практически невозможно». В таком случае мы можем рассмотреть и другие пути, чтобы подготовить адвокатов и ходатаев для себя. А это реально, потому что милость Аллаха безгранична. Вторым способом получить защитника в судный день является тесная связь с Книгой Аллаха Кораном. А это уже доступно каждому из нас. Коран будет говорить в судный день. Он будет говорить голосом, который сможет услышать каждый, и по причине свидетельства Корана кто-то из людей войдет в рай, а кто-то в ад. Передается в хадисе от имама Муслима, что посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, сказал, «Читайте Коран, потому что в день воскресения он придет и будет заступаться за своих». Нужно ли читать определенные аяты и суры из Корана с целью получить его заступничество? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал далее в хадисе, «Читайте две сияющие суры, суры Аль-Бакара и Аль-Имран, потому что в день воскресения они явятся, словно два облака, или как два навеса, или две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут защищать тех, кто читал эти суры. Они будут свидетелями в вашу пользу в день Великого Стояния. Священный Коран будет говорить живым голосом, дорогие братья и сестры, и будет выступать в роли адвоката за тех, кто успел подготовиться к этому». В земной жизни не каждый из нас может позволить себе нанять дорогостоящего юриста, однако Коран – такой защитник, который доступен каждому мусульманину. Передается от Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, как пишет имам Дарими в своем суннане, «Читайте Коран, ибо поистине в день воскрешения он явится, как заступник за тех, кто его читал». Далее он сказал, «Придет Коран в судный день и скажет, только представьте, как вы стоите, а перед вами открыт Священный Коран, который защищает вас перед Аллахом, прося Господа ввести вас в рай. И скажет книга Аллаха, «О Господь, укрась его», читавшего Коран, и на него наденут корону почета. Затем Коран скажет, «О Господь, прибавь ему», и наденут на него одежду почета. Затем Коран скажет, «О Господь, будь доволенным, и им будут довольны». Затем читавшему Коран скажут, «Читай и возвышайся», и за каждый аят ему прибавят награду. Каковы ваши отношения с Книгой Аллаха? Как часто вы обращаетесь к Корану? Куда бы вы ни пошли, дорогие братья и сестры, убедитесь в том, что у нас есть мусхав с собой, в кармане, в сумке, в рюкзаке. Запланируйте пяти-десяти летний план по внедрению Корана в свою повседневную жизнь посредством изучения арабского. Таким образом, вы подготовите себе наилучшего адвоката к судному дню. Адвокат под номером три – это пост, который также будет иметь голос в судный день. Можно обрадовать тех братьев и сестер, которые ежегодно постятся в месяц Рамадан и сохраняют постоянство в соблюдении поста и по окончании этого благословенного месяца. А также тех, кто постится по понедельникам и четвергам, в белые дни, в день Ашура и Арафа, поступающий таким образом, подготавливает себе заступника в судный день. От Абдуллаха ибн Амра ибн Аль-Аса, да будет доволенными обоими Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, сказал, «Пост и Коран будут заступаться за раба Аллаха в судный день. Пост скажет, «О мой Господь, я лишил его еды и страстей днем, так позволь же мне заступиться за него». Коран скажет, «О мой Господь, я лишил его сна ночью, так позволь же мне заступиться за него». И затем посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, добавил, «Тогда они оба заступятся за этого раба». Четвертым способом заручиться поддержкой заступника является совершение дополнительных молитв. «Ваши добровольные молитвы, помимо пяти обязательных, будут свидетельствовать вашу пользу в судный день. И можно лишь обрадовать тех, кто никогда не пропускает суннаты в молитве». Передается в хадисе от имама Ахмада. Пророк, алейхиссалатуассалям, имел обыкновение говорить слуге, «Есть ли у тебя нужда?» И однажды слуга сказал, «О посланник Аллаха, у меня есть нужда». Посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, спросил, «Какая у тебя нужда?» Он сказал, «Моя нужда, чтобы ты заступился за меня в судный день». Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал, «А кто тебе указал на это?» Он сказал, «Мой Господь». Посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, сказал, «Так помоги же мне, совершая множество суджудов». Начните улучшать свой намаз. Задумайтесь, какие дополнительные молитвы вы можете добавить в свое ежедневное поклонение. Дорогие братья и сестры, приложите усилия, чтобы узнать, как можно больше об этом. Посмотрите, совершаете ли вы 12 дополнительных суннатов, которые совершаются вместе с 5 обязательными молитвами. Совершаете ли вы намаз духа? Заботитесь ли вы об этом? Обращаетесь ли вы к намазу истихара в трудном положении? Соблюдаете ли вы суннаты малого омывения, или молитвы, совершаемые в случае впадения в грех, или молитву покаяния? Помните ли вы об этом? Нам стоит задуматься, насколько постоянно и усердно мы в совершении дополнительного поклонения, и не предаемся ли мы лени в этом отношении, и осознаем, что тем самым мы готовим защитников, которые будут ходатайствовать за нас и облегчат наше положение в судный день. И все же найдутся те, кто скажет, я слишком ленив, поэтому мне нужно что-то другое. Я, конечно, постараюсь соблюдать все это, но мне бы хотелось попробовать еще и другие способы. Для тех, кто рассуждает подобным образом, есть способ номер пять. Просто трудно представить способ легче. Это дуа. Одно единственное дуа, братья и сестры, которое произносится после того, как вы услышали азан, и которое дарует вам заступничество самого посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Передается аджабир аббдуллаха, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «В день воскресения мое заступничество станет обязательным для того, кто, услышав слова азана, скажет, «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к Аль-Василе и высокому положению и направь его к месту достохвальному, которое ты обещал ему». Аль-Василе – это место, которое Всевышний приготовил только для одного из своих рабов. И мы надеемся, что этим человеком будет посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Далее посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорит, что тому, кто прочитает данное дуа, будет гарантирован на его заступничество в судный день. Аллаху Акбар! Однако и здесь кто-то может возразить, «Брат, это сложно, потому что я живу вдали от мечетей и не слышу призыв на молитву. Есть ли другой способ в этом случае получить заступничество в судный день?» И ответ – да. Способ номер шесть – это дружба с праведниками и тщательный выбор своего окружения. В судный день верующие, которых Всевышний Аллах спасет и введет в рай, удивятся, что не нашли своих братьев и сестер по вере, с кем когда-то учились, или совершали совместные молитвы, либо постились, либо вместе участвовали в хадже, или же занимались призывом. В хадисе от имама Бухари передается, что они обратятся ко Всевышнему Аллаху с таким вопросом. «О Господь, мы не нашли среди нас тех из наших братьев и сестер, с кем мы когда-то постились, молились, раздавали милостыню, участвовали в хадже. Мы не видим их здесь. Тогда всемогущий Аллах прикажет им отправиться в ад и найти там своих братьев и сестер и привезти их в райские сады. И тогда они отправятся туда в поисках своих братьев и сестер, среди которых можем оказаться все мы. Они отправятся в Джаханнам, где увидят людей, горящих по локоть, других по колено, третьих по пояс, кто-то обгорит до груди, и также будут среди них те, кто будет сожжен практически целиком. Да упасет нас Всевышний Аллах. Тогда они начнут спасать тех из них, в ком узнают своих братьев и сестер, заступаясь за них перед Аллахом. И окунут их в реку Нахрухаят, реку жизни, где их обгоревшие тела вновь обретут здоровый облик и затем их введут в рай. Если же мы с вами не заботимся о том, чтобы дружить с праведными людьми, не присоединяемся к ним в молитве, не сидим вместе, слушая проповеди, и не находим себя в кругу благочестивых, нет смысла ожидать, что нас кто-то будет искать в Судный день, чтобы заступиться за нас, в случае, если сами мы не заслужим рая. Кто же тогда нас будет искать? И кто будет спрашивать о нас? В Тавсире тех же аятов имам Аль-Багауи приводит высказывание великого Табирина Асана Аль-Басри и да помилует его Аллах. Заводите как можно больше верующих друзей, ведь верующие друзья смогут заступаться друг за друга. Вот эти шесть причин, мои братья и сестры, которыми мы хотели поделиться с вами сегодня. Теперь каждый из нас может начать искать эти причины и делать все от себя зависящее, чтобы благодаря хотя бы одной из них мы были удостоены заступничества в день, когда каждый будет желать этого больше всего. Турция – особенное место, страна с прекрасным климатом и богатой историей. Здесь и отели на любой вкус, и дружелюбный персонал, и сравнительно невысокие цены. Наверное, вспомнился тот самый отдых прошлым летом? Тогда вы точно оцените по достоинству канал, который собрал в себе всю необходимую информацию о Турции, но теперь это уже нечто большее, чем отпуск. Мы рассказываем о жизни и отдыхе в этой стране, о ее многовековой истории, и достопримечательностях, и даже о бюрократических процедурах, которые предстоит пройти любому иностранцу перед въездом на территорию государства. Вы найдете там все, о чем хотели знать, но боялись спросить. Важная информация собрана в одном месте. Переходите по ссылке внизу экрана или в описании ролика, чтобы подписаться на канал. А также нажмите на колокольчик, чтобы не упустить обновления. Оставляйте комментарии на интересующие вас темы.